Девушки отдыхают Девушки отдыхают В то время сцена для нее была важнее ребенка. Перед операцией Конюховой сделали обезболивающий укол на вокаина. Последнее, что она помнила, это ощущение невероятной тяжести во всем теле. А потом она словно провалилась в темную бездну. О том, что у нее наступила клиническая смерть, актриса уже не знала. И вдруг я почувствовала какое-то странное свое состояние, как будто бы я начинаю подниматься сложно, но абсолютно в горизонтальном положении. И куда-то я поплыла. Каждый год на Земле умирается выше 50 миллионов человек. 139 тысяч каждый день. Но только несколько сотен людей помнят, как они умирали. Они побывали на пороге жизни и смерти. Эти люди пережили клиническую смерть. Феномен клинической смерти до сих пор является загадкой для ученых. Что происходит на границе жизни и смерти, не знает никто. Никто, кроме людей, побывавших там и вернувшихся. Какая суматоха поднялась в операционной. Как врачи боролись за ее жизнь. Ничего этого Татьяна Конюхова не знала. Пока реаниматологи пытались завести ее сердце, она с огромной скоростью летела в каком-то узком темном туннеле. А когда туннель закончился, Татьяна оказалась в бесконечном пространстве, залитым фантастическим серебристым светом. Мне так было хорошо, так было прекрасно. Наверное, ну, наверное, как птицы летают. Но я не летала, а вот зависла в этом состоянии необыкновенности какой-то. И вдруг, почему-то, вдруг я стала наливаться тяжестью, и я почувствовала, как меня тянут назад. Очнулась Татьяна Конюхова уже в палате. Первая, кого она увидела, открыв глаза, склонившаяся над ней молоденькая медсестра. Актрисе показалось, что она чем-то сильно встревожена. Конюхова спросила девушку, что случилось. Медсестра оглянулась и шепотом сказала, сейчас уже все в порядке, но у вас был шок. Ну, я знаю, шок – это что-то такое стрессовое какое-то состояние от боли или чего-то, но я никакой боли ничего не чувствовала, кроме дивного совершенно какого-то удивительного полета, а потом это блаженство, это наслаждение. Сам термин «клиническая смерть» в 60-е годы еще мало был известен в советской медицине. Это уже позже, в Риге, где Конюхова рожала сына, один профессор объяснил ей, что она пережила клиническую смерть и что ее спровоцировало. Скорее всего, у актрисы была аллергия на новокаин. Новокаиновая блокада вызвала остановку сердца. Позже, вспоминая свой опыт клинической смерти, Татьяна Конюхова пыталась понять, почему она вернулась с того света. Ведь там, на грани жизни и смерти, она испытала, что называется, неземное благодатство. Ей хотелось, чтобы это ощущение длилось вечно. Ее возвращение – это, скорее всего, заслуга опытных врачей. Но сама актриса, отдавая им должное, все-таки уверена, что дело не только в этом. Я так поняла, что я туда пришла слишком рано, никто меня там не ждал из моих, так сказать, близких. Клиническая смерть уже не жизнь, но еще не смерть. Это переходное состояние между жизнью и смертью. Оно наступает после остановки сердца. Прекращается деятельность центральной нервной системы, останавливается кровообращение и дыхание. Клиническая смерть может длиться от 3 до 6 минут, максимум 8. После этого отрезка времени все реанимационные мероприятия уже бесполезны. Мозг начинает испытывать недостаток кислорода, и человек умирает. Имя Гузель Ахмадулиной занесено в Книгу рекордов планеты. Она единственная в мире женщина-бегунья с электрокардиостимулятором. Это уже ее четвертый кардиостимулятор. С ним она недавно выиграла свою 143-ю медаль. Проблемы с сердцем у Гузель начались в 40 лет. В кардиоцентр она попала в 1991 году, когда боль уже не отпускала ни на минуту. 15 апреля 1991 года в больничном коридоре Гузель потеряла сознание. У нее случился тяжелый сердечный приступ. На операционном столе ее сердце остановилось. Оно не билось 2 минуты. Врачи зафиксировали клиническую смерть. Как будто просто нырнула в голубое такое чистое прозрачное море, или океан это можно назвать, и я поплыла. Гузель очнулась только через несколько часов в палате. Через неделю из этой же палаты ее снова увезли в реанимацию. Снова остановила сердце. Вторая клиническая смерть. В этот раз она длилась почти 6 минут. Критическое время. От смерти Гузель отделяли какие-то секунды. Позже медсестры скажут ей, что даже врачи уже не верили, что ее удастся спасти. Шар светится. Вот я ее хочу поймать. Но я его никак не могу достать. Но руки я тяну к нему. Но никак я ее не могла достать. Но руки тянула к нему. Вот вверх я тянулась. И куда-то вниз, и куда-то я провалилась. А вот тяну руки просто к небу, и вот этот шар хочу схватить. В то же время вроде бы как я ее не дотяну до нее. И в то же время как будто бы он горячий, жжет меня. Гузель не хотелось возвращаться. Ведь там, на границе жизни и смерти, ей было хорошо. Не было никакого чувства страха. Но главное, Гузель совсем не чувствовала боли. Когда же врачи вновь запустили ее сердце, и она пришла в себя, боль вернулась. Позже, когда Гузель вспоминала пережитую клиническую смерть, свои ощущения, она поняла, почему не осталась там, где ей было так хорошо. Ее удержали мысли о маме. Даже в том состоянии Гузель думала, что если она умрет, о ее тяжелобольной матери некому будет позаботиться. Через месяц Гузель Ахмадулиной поставили электрокардиостимулятор. Первое, о чем она спросила врачей после операции, будет ли она снова бегать. Они говорят, спасибо, скажи, что жива осталась. Что жить будешь, что дышать будешь, что будешь жить на этой земле. А теперь твоя участь, это вот сидеть с бабулечками на лавочке, гулять там по тропинке, читать газетки. Я вытаскиваю вот так вот руку. Я говорю, это не для меня. Я говорю, я все равно. Сначала пойду, а потом побегу. Она побежала через месяц. Сначала несколько метров, потом 100, 200, потом километр. Потом марафонские дистанции. Гузель неоднократно побеждала в Международном марафоне мира, каждый год проходящем в Нью-Йорке. Этот марафон считается неофициальным чемпионатом мира среди инвалидов. Почему я побежала? Я сначала хотела доказать себе, что с кардией-сумулятором нормально можно жить. Нормальной жизнью можно жить. Даже несмотря на то, что у тебя там какие-то важные, жизненно важные органы, задетые. Они все у тебя больные. Но можно жить нормальной жизнью, да? О, жизнь моя! Я так тебя люблю и потому живу наперекор суровым испытаниям. Вы слышите ли, люди? Я живу. Вот жизнь, она как бы разделилась у меня на две части, да? Вот жизнь до... Я сначала говорила все время, жизнь до инвалидности, да, и после инвалидности. Я просыпаюсь каждый день, да, и думаю, Боже мой, Господи, как я рада, что я жива, здорова, что я вновь проснулась, что у меня начинается день. Я просто подхожу к зеркалу, улыбаюсь и говорю себе, доброе утро, Гулечка. Слава Богу, ты жива, здорова, нормально все. На протяжении этих нескольких минут, когда человек пребывает между жизнью и смертью, одному только Богу известно, в какую сторону от черты его качнет. Кто или что заставляет человека вернуться? Усилия врачей или незаконченные дела, долг, дети, любовь к жизни? Или, может быть, среди нас живут те, кого выбирают? Те, которые потом расскажут о том, что им довелось увидеть на пороге жизни и смерти. Вы знаете, с моей точки зрения, я человек верующий, я считаю так, что Господь дает шанс только какому-то определенному числу людей получить вот это вот откровение. Просто даже не могу себе представить, потому что это действительно страшно. Ну, может быть, где-то кто-то решил, что именно этот человек должен иметь такой опыт. Никогда никому, ни священнику, ни врачу, ни какому другому человеку не дано знать промысел об этом человеке. Поэтому мы считаем, что мы должны делать свое и заниматься своим, как Бог рассудит. Велимельников далеко не единственный на Земле полиглот, но, возможно, единственный, кто знает такое количество языков. Более ста. Этот необычный дар открылся у него после того, как в 23 года он перенес клиническую смерть. Неотвратительный секунд в Икараоке океана, в чьем плеске замерзшим во фрунт умылась Юлия Пастрана. Языками Велимельников заинтересовался еще в детстве. Первый язык, который он выучил, был латынь. Тогда Вилли увлекался энтомологией, а все названия насекомых пишутся именно на латыни. К восьмому классу Мельников уже знал датский, немецкий, язык эсперанто. В 1984 году, после окончания ветеринарной академии, Мельникова забрали в армию. Он попал в Туркмению, в ракетную часть, но прослужил там всего несколько месяцев. Полковнику, возглавлявшему особый отдел, показалось подозрительным, что простой солдат знает шесть языков. Вилли предложили сознаться, на какие иностранные разведки он работает. Не дожидаясь расследования, Мельников подал рапорт о переводе в 40-ю армию. Так он оказался в Афганистане, в санитарной части. 22 ноября 1985 года в Герате их часть попала под обстрел чемоданами, крупнокалиберными осколочными минами. Из всего взвода уцелел один Вилли. Мой взвод погиб, я один живых остался, слетал, что называется, туда и обратно, пережил клиническую смерть. Это была контузия взрывной волной от осколочной мины. Взрывом Вилли отбросило в сторону, сверху посыпался крат из камней. Но ничего этого он уже не видел. Осколок от мины попал ему в голову. Подоспевший через пару минут начальник медчасти констатировал у Мельникова клиническую смерть. Помню, что я ощутил себя, вот после Земли, я ощутил себя двигающимся на разнопеременной скорости, на небольшой высоте, примерно где-то в 3-4 средних человеческих роста, над поверхностью, бесконечной, ну нет, не равниной, что-то вроде пересеченной местности, какого-то монолита, бескрайнего. Эта равнина, над которой Вилли пролетал, была окрашена в самые невероятные цвета, многие из которых он не видел в реальном мире. Ему казалось, что она была каким-то живым, мыслящим существом. Нечто вроде бескрайнего Соляриса, как у Станислава Лема. Из разных участков, окрашенных в разные цвета, которые постоянно этими цветами и формами обменивались между собой, перетекая друг в друга, разделяясь и снова сливаясь, в меня как бы било разными языками, разными настроениями. Мельников не помнит, сколько он пробыл в этом состоянии. Понятие времени перестало для него существовать. Это уже потом, когда он очнется в военном госпитале, ему скажут, что клиническая смерть длилась у него почти 6 минут. Тогда же Вилли не думал о том, где он очутился, что с ним случилось. Ему просто хотелось парить над этой бескрайней равниной. Меня и вытолкнули одни взгляды моих побивших однополчан. Они не дали мне соскользнуть туда. Вот помните у Льюиса Кэррола улыбка чеширского кота, существующая отдельно от самого кота. Вот также здесь взгляды моих однополчан существовали отдельно от них и даже отдельно от их самих глаз. У Вилли оказалась поражена левая височная доля мозга. Врачи опасались, что после такого ранения возможны психопатологические изменения. И действительно, последствия не замедлили проявиться. Только совсем не те, которых опасались врачи. Спустя какое-то время Вилли вдруг осознал, что кроме тех 6 языков, которые он уже знал, он может говорить и на других. Сначала это проходило совершенно в разнобой. Стихийно, непредсказуемо. Позже я научился этим управлять. Ну, представляете, перехожу оживленную автомобильную трассу. И вдруг включается канал, как будто в голове включилась, представьте себе, скажем, радиостанция, голос империи майя, скажем. Или в эфире радио «Острова Пасхи». Сегодня Вилли Мельников читает, пишет и даже сочиняет стихи на 103 языках. Причем многие из этих языков древние, считавшиеся утерянными. Другие же – редкие наречия африканских, азиатских, южноамериканских и австралийских племен. Наверное, с любым из ныне живущих на планете людей, Вилли в прямом смысле сможет найти общий язык. Индейские языки, африканские. Моя главная любовь – это языки изоляты. Изолированные языки, те языки, генетическая связь которых с другими языками и семьями не установлена. Такие языки являются семьей сами в себе. Это тоже моя любовь. Такие языки, например, Айну, Анакалуф, Ордовсенфанг, Хенкагуэнчионе, Сигишо, Штачингу, Чуэрьма, Йенлонгогуэн, Киалеуш. Их много. Бурушаски. Чего далеко ходить? Бурушаски – это Кавказ. После ранения в Афганистане прошло уже больше 20 лет. С годами Вилли реже вспоминает все то, что ему довелось там пережить. Однако до сих пор он пытается понять, почему он выжил. Что заставило его вернуться с того света. Даже как-то и страшно задумываться, что не вернусь я оттуда, что было бы с моими родителями. Это понятно. Просто не пережили бы. Это одно из первых, безусловно, факторов, которые меня все-таки выдернули обратно. Ну, а затем, да, да, ощущение многих недоговоренностей, недоделанностей, недосказанностей, безусловно, тоже явились такими крючковатыми баграми, которыми меня эта реальность зацепила и вытянула обратно в себя. Вилли Мельников выпустил уже несколько сборников своих стихов. Он часто выступает на поэтических вечерах. А недавно его уникальная способность к языкам открыла ему дорогу в кино. В сериале «Доктор живаго» режиссера Александра Прошкина Вилли сыграл небольшую, но весьма яркую роль Вальдемара, специалиста по санскриту. С того самого дня для меня совершенно определенно ясно, что смерть – это не более, чем философская категория. Да, действительно, жизнь со смертью вот этой белково-нуклеиновой оболочки не прекращается. Это не значит, что я призываю всех стремиться поскорее с ней расстаться. Нет, конечно, нужно максимально что-то сделать в этой жизни. Первым, кто попытался разобраться в феномене клинической смерти, был американский ученый Раймонд Моуди. В середине 70-х годов в США вышла его книга «Жизнь после смерти». В ней Моуди собрал множество свидетельств людей, переживших клиническую смерть. Все они рассказывали почти одно и то же. В то время, как человек лежит на хирургическом столе с остановившимся сердцем, у него появляются неожиданные ощущения. Сначала он обретает способность видеть не глазами, а как бы всем телом. Потом поднимается в воздух, проникает сквозь стены и чувствует мысли других людей. Дальше следует полет по светлому туннелю. В конце него человек часто видит своих умерших родственников и встречается с неким светящимся сверхсуществом. В медицине это явление называется «посмертный опыт». Существует масса историй, что кто-то видел со стороны себя, бригаду реанимационную. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это из области кто-то рассказал кому-то. Таких вот прямых свидетельств я лично не наблюдал. Ангелина Красавина 25 лет проработала медсестрой в реанимационном отделении Ярославской больницы. Со смертью сталкивалась каждый день. От людей, побывавших на грани жизни и смерти, она наслушалась много невероятного. Про светящийся туннель ангелов в белых и черных одеждах. Про встречи с умершими родственниками. Про себя усмехалась. Полагалось, что это всего лишь галлюцинации после наркоза. Но в 40 лет Ангелине самой довелось пережить то, о чем рассказывали ее пациенты. В 90-м году Красавину сбила машина. Множественные переломы, повреждения внутренних органов, большая потеря крови. На операционном столе у Антонины остановилось сердце. Врачи констатировали клиническую смерть. Почувствовала. И даже где-то удивилась, наверное, что я полетела со страшной скоростью вниз. Здесь именно ощущение вниз. Не вверх, а вниз. Как на самолете. Знаете, когда попадаешь в эту воздушную подушку, да? Такое ощущение было. Какой-нибудь шаг в пятке туда ушло. И когда я поняла, что я уже полетела вниз, я тогда увидела, что мое тело лежит на операционном столе. Врачи там все надо мной, как говорится, колдуют. Потом Ангелина увидела, что к ней приближаются какие-то разноцветные шары. Голубые, красные, желтые, фиолетовые. Они менялись, как в калейдоскопе. В некоторых шарах Ангелина увидела, как ей показалось, лики святых. Когда-то Красавина и сама мечтала стать врачом. Но не сложилось. Всю жизнь проработала простой медсестрой. О том, что лечить действительно ее призвание, Ангелина узнала лишь, когда умерла. Подлетел лик мужского фона внутри этого шара. Он мне сказал, что те знания медицины, которые ты получила на Земле, ты забудешь. Они тебе больше не пригодятся. Ты будешь лечить людей энергиями Солнца. Нет, они мне сказали, какие-то там звездные энергии, или как еще по-другому не сказать. Ты будешь лечить людей энергиями Солнца. Дальше был провал. Ангелина словно рухнула в какую-то темную бездну. Сколько времени она была без сознания, что в этот момент делали врачи, уже не помнят. Когда Ангелина пришла в себя, первое, что она почувствовала – холод. Рукой она ощутила холодный операционный стол. Поняла – значит, еще жива. О том, что она испытала, когда была в состоянии клинической смерти, Ангелина в тот момент как-то не думала. Вспомнила на второй день, когда прямо на больничной койке поставила свой первый диагноз. Где-то, наверное, на второй день пришел этот врач, которым я оперировал, и я говорю, вот у вас проблемы с ногами. Вы в армии переохлаждение получили, застудили ноги, и из-за этого у вас сейчас большие судороги и болевые ощущения. Он сказал, так, все, и все понятно, кого я вылечил, кого я вернул на землю. Он единственное сказал – лечите людей. Сегодня Ангелина Красавина – известная в Ярославле целительница. В настоящее время она живет в квартире у одной из своих пациенток с редким тяжелым заболеванием костей. Вот так, хорошо, да, сейчас? И в завершение лечения я обязательно делаю распределение энергии. Распределение энергии. Несколько лет назад Татьяна Смирнова неожиданно перестала ходить. В одно утро просто не смогла подняться с постели. Врачи поставили неутешительный диагноз – скрытый врожденный порог суставов. Сказали, что она вряд ли уже сможет самостоятельно передвигаться. На долгие годы женщина оказалась прикованной к постели. Чувствуя себя обузой для пожилой матери и несовершеннолетнего сына, Татьяна не раз думала о самоубийстве. Семья Смирновых приняла целительницу к себе в дом, поверив, что ей удастся поставить Татьяну на ноги. Но многие знакомые Смирновых такое соседство осудили. Ангелину они называли шерлатанкой, которая пытается нажиться на чужом несчастье. – Можешь. – Не могу, конечно. Я работаю по полтора часа. – Не торопись. – Да, не денешься. – Давай. Однако через 4 месяца лечения Татьяна Смирнова вновь начала ходить. Пусть пока не уверенно и медленно, но для нее это самое настоящее чудо. Ангелина же говорит, что просто выполнила свое обещание лечить, которое дала там, по ту сторону жизни. – Вот так мы уже ходим, а раньше так не ходили. Некоторые специалисты полагают, что именно клиническая смерть вызывает у людей появление необычайных способностей. Дар исцеления, ясновидение, телепатию, сверхчувствительность пальцев. Мистики уверены, это результат того, что человек, находящийся на грани жизни и смерти, вспоминает опыт из своих прошлых жизней. Официальная же наука этот феномен не объясняет вовсе. Видимо, из-за полного отсутствия более или менее обоснованных версий. У врачей есть только предположение, почему могут появиться те или иные способности. Например, такое. В момент клинической смерти происходит изменение в каре головного мозга. Нейроны не успевают разрушиться, а только зачищаются, как это бывает с подгоревшими контактами. В результате мозг начинает принимать значительно больше электромагнитных информационных сигналов. Это, конечно, редко бывает, но встречается. Я не могу эти способности объяснить с позиции материальных, да, вот с такой материальной точки зрения. Хотя, может быть, те же самые факторы роста стволовых клеток и рост стволовых клеток самих. Обновление нервной ткани, может быть, что-то такое ведет к этому. Как правило, все-таки люди что-то теряют. Изменения, безусловно, с человеком происходят. Но, как правило, они все-таки негативный характер носят. Человек, переживший клиническую смерть, становится более бедным интеллектуально, становится хуже память, меняется характер. Но иногда, достаточно редко, действительно что-то приобретается. Вы знаете, как Вуди Аллен сказал, правильно сказал, я не боюсь смерти, я просто не хочу при этом присутствовать. Понимаете, я тоже самое. И каждый человек согласится, что, в принципе, он не хочет при этом присутствовать, да. Астролог Павел Глоба стал известен в нашей стране в начале 90-х годов. Благодаря своим нашумевшим прогнозам августовского дефолта, отставке Ельцина, войны в Ираке. По странному стечению обстоятельств, популярность к астрологу пришла после того, как он перенес клиническую смерть. Вспоминать тот день, перевернувший всю его жизнь, ему страшно даже сегодня. 13 мая 1993 года Павел Глоба вместе с другом поехал на машине из Киева в Москву. Накануне роковой поездки Глоба отказывался ехать, уговаривал перенести поездку на другой день. Говорил, что у него плохое предчувствие. И предчувствие его не обмануло. В дороге их автомобиль попал в аварию. Прямо по встречной. Выехал КамАЗ. Причем неожиданно из-за поворота. Вот что это было, понимаете. Прямо на нас несет. По встречным. Пьяный или какой-то еще там. Это было где-то, ну где-то еще в 10. В начале 11-го. Вот. И еле-еле в последний момент я уже там вижу это. У меня, понимаете, как будто стоп-кадр. Я точно помню. Как стоп-кадр. Как вот эти, знаете, как кадры. Раз, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот он едет. Я говорю, вот все, я уже представил, что это конец. За несколько дней до той страшной автокатастрофы Глоба почувствовал, что с ним что-то должно случиться. Что-то очень нехорошее. Астролог даже написал завещание, попрощался с родными и друзьями. Правда, тогда никто из них не воспринял это всерьез. Вот на одной руке у меня обрывается линия жизни. Вот здесь вот обрывается. Она действительно... А на второй руке она достаточно длинная линия жизни. Вот видите. И действительно, вот в этом периоде, где-то около 40-летнего возраста, я попал в аварию, в автомобильную катастрофу. После этого у меня была действительно реальная клиническая смерть. Останавливал сердце. Меня еле-еле его вывели, около где-то минуты с небольшим. Словно предвидя катастрофу, в эту поездку Глоба сел не рядом с водителем, как всегда, а на заднее сидение. Это его и спасло. Павел остался жив, но получил серьезные травмы. В провинциальной больнице, куда Глобу привезли после ДТП, врачам пришлось несколько часов бороться за его жизнь. Клиническая смерть у меня была уже в больнице. Когда меня очень неумело пытались каким-то образом в этой аварии, после этой аварии, как-то вот, вы знаете, перетащить, что ли, как-то от болевого шока. Поскольку у меня был очень сложный перелом руки, плечевой кости, то попытка меня взять за эту руку и что-то там сделать, привела к очень сильному болевому шоку и остановке сердца. Никакого светящегося туннеля, никаких ангелов Павел не видел. Он помнит только ощущение полета, когда он покинул собственное тело. Никакого чувства страха Глоба не испытывал, даже когда увидел себя сверху, лежащего на операционном столе. Потом он словно прошел сквозь стену в больничный коридор и оттуда в соседнюю палату. И в одном я увидел в палате, это я очень хорошо запомнил, какого-то дедушку, дедулю, старенького такого, который внешне похож на Владимира Ильича Ленина, покойного. С бородкой такой же, ну, отдаленно, но напоминающий. И запомнил я его по еще наколке, которая была здесь. А здесь было типа Витя, Витя, по-моему. Придя в себя, первый, о чем Павел спросил, а где дедушка? Ну, тот, Витя. Соседи по палате удивились, откуда ты его знаешь? Оказалось, человек, которого Глоба видел в момент клинической смерти, лежит в палате этажом выше. И его действительно зовут Виктор. С тех пор астрологу часто задают вопрос. Почему он не смог изменить свою судьбу, раз предчувствовал, предвидел эту аварию? Ведь он мог в нее просто не попасть. Сам же Глоба считает, что обмануть судьбу невозможно. Зато предостеречь это в его силах. После того, как Павел Глоба перенес клиническую смерть, у него изменился личный гороскоп. Этот второй гороскоп сулит ему долгую и более успешную жизнь, чем прежняя. Произошло то, что в астрологии называется коррекцией судьбы. Сколько я был должен прожить? Где-то не так много лет. А тут проживу больше. Видите, здесь максимум 67 лет. Максимум 67 лет. Но проживу, должен прожить по следующему гороскопу больше. Это больше 80. По продолжительности жизни у меня здесь максимум 67. То есть больше бы я не прожил бы никак. Сейчас имею возможность тут немножко дольше потянуть по этому времени. Я поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам большой удачи на ближайшие дни. А встретимся мы с вами 13 июня в это же самое время. Есть такое слово «погоняло». У меня была «погоняло» беда. Не от слова «горе», а от слова «бедовый» такой. И когда я начал заниматься музыкой, поначалу я назывался «Олег беда». И вот первые мои пластинки-то были «Олег беда», там группа «Беда», все это. Но это почему-то окружающим не нравилось. Не все понимали, что «беда» – это слово «беда», которое, ну, бедовое, а не от слова «горе». Олег Баянов в начале 90-х годов был успешным бизнесменом, владельцем нескольких магазинов. В то время он мог позволить себе все или почти все, на что хватало фантазии, к чему толкали собственные амбиции. Больше всего Олегу хотелось быть похожим на своих кумиров, рок-звезд. Алкоголь, наркотики, все, вот это шло впереди, это было целью, стимулом жизни, не знаю, одной ценностью. Веселье, вот это, как это сказать, искусственная эйфория и так далее. Подражание разгульному поведению звезд привело к тому, что летом 1999 года Олег Баянов оказался в Ивановской тюрьме. В крестиместной камере, в которой мотали срок 48 осужденных. Для такого количества человек не хватало не то что места, воздуха. В один день у кого-то из заключенных сдали нервы, и в камере началась драка. Довольно крупный человек и, скажем так, сильный, мастер спорта по боксу, отбивался, и меня не могли у этих камерить, меня просто стали душить. Меня придушили подушками и скинули снар на землю. Эту картину я уже наблюдал сверху. И я летел с метаворотом и указал все эти вороты. И тот, кто меня сопровождал, сказал, ну, сказал, то есть, ну, примерно, такие ощущения, на более, может быть, в человеческий язык я это перевожу. Подожди. Я услышал такой разговор, он еще не все сделал. И мне сказали, возвращайся и пой, ты найдешь свой потерянный мир. Охранники, ворвавшиеся в камеру, поначалу подумали, что Олег мертв. Но когда они вытащили его из камеры и поволокли по коридору, Олег, видимо, пришел в себя и застонал. В тюремной больнице, в которую попал Баянов, он пытался рассказать врачам о том, что с ним случилось, что он испытал в момент клинической смерти. Однако никто Олегу не поверил. Тюремные врачи подозревали, что Олег выдумывает, симулирует. Через 4 месяца Баянов освободился. И жизнь резко поменялась. Через год после освобождения Олег впервые вышел на сцену. Первая песня, написанная им, называлась «Потерянный мир». Жизнь прошла, словно сон. И сгорела дотла. Я увидел себя, воспарив из небес. Я почти умирал, и душа не смогла разобрать, кто пришел. То ли Бог, то ли без. Недавно Олег встретил на улице человека из прошлой жизни. Своего знакомого, с которым общался еще до тюрьмы. В пьяном бомже, побирающемся у метро, Баянов даже не сразу узнал своего бывшего приятеля. В этот момент Олег понял, что, видимо, ему суждено было пройти испытание тюрьмой, пережить клиническую смерть, чтобы изменить свою жизнь. Иначе он, возможно, вот так же попрошайничал у метро. Моя самая любимая песня в жизни шоу «Моск Боу» про Ди Меркли. Такой энергетики я не замечал. Она не в одном произведении. И, больше всего, удивляя, человек знал, что он скоро умрет, написал эту песню. Наверное, с тех пор уже много лет на девиз моей жизни, несмотря на что шоу должно продолжаться. С точки зрения христианской религии, видение людей в момент клинической смерти являются доказательством бессмертия души. Однако к всевозможным способностям, открывающимся якобы после клинической смерти, церковь относится с сомнением. В большинстве случаев люди выдают желаемое за действительное. Чаще всего церковь объясняет феномен клинической смерти так. Бог дает этим людям еще один шанс. Человек возвращается на землю, в тело, чтобы исправить свою жизнь и покаяться в грехах. Вот я думаю, это до известной степени такие откровения человечеству Богом даны, чтобы человек не забывал о горнем присутствии Божьем. И о том мире, куда он должен отойти, с чем он должен отойти. Это первая задача этих людей, кто там побывал. Вторая, я думаю, задача непосредственно них самих. Но мы никогда ее не будем знать. Только 15% людей, переживших клиническую смерть, помнят о своем опыте. Большинство же не видели ни туннеля, ни умерших родственников, ни светящееся существо. То есть вообще ничего. Они не покидали своего тела и не слышали голосов врачей. Однако многие из них в один голос говорят, что после клинической смерти стали другими людьми. Кардинально поменяли свое отношение к окружающим и к миру. Но главное, перестали бояться смерти. Пройдя через вот такого рода страшную ситуацию, получив стресс, который сложно с чем-то сравнить или измерить, они просто по-другому начинают смотреть на мир. Они по-другому уже общаются с людьми. Они становятся, может быть, более активными. Может быть, люди, которые перенесли короткий наркоз, тоже что-то помнят. Потому что, видимо, механизмы где-то совпадают. Я решила спросить людей, которые перенесли короткий наркоз вследствие какой-нибудь простой операции, короткой, что они помнят из наркоза. И вот к моему полному удивлению оказалось, что некоторые вспоминали тот же самый коридор, ту же самую вспышку в конце коридора. Галина Алексеева, главный специалист Института общей реаниматологии, начала записывать посмертные воспоминания своих пациентов в 1974 году, когда о Моуди и его исследованиях в нашей стране еще никто не слышал. Она подробно расспрашивала возвращенцев, тщательно проверяя и анализируя их рассказы. Удивительно, но многие люди, пережившие клиническую смерть, рассказывали ей почти одно и то же, что в их видениях фигурировало некое высшее существо, которое и решает судьбу. Некоторые что-то рассказывали, некоторые не рассказывали ничего, потому что говорили, что они не помнят, а другие говорили, что им не дано это сказать. То есть вот они помнят, что с ними случилось, но есть какой-то запрет, как бы извне. Нельзя об этом говорить вообще, вот так как в суете, вот в суете нельзя говорить. Врачи, как правило, объясняют подобное видение либо действием наркоза и лекарств, так называемый токсический психоз, либо тем, что восстанавливаясь, мозг в обратном порядке проходит все стадии, которые он пережил при умирании. И на определенном этапе могут возникнуть впечатления, испытанные при агонии. Ощущение выхода из тела, по мнению врачей, связано с тем, что в момент клинической смерти нарушается работа центральной нервной системы. Мозг рисует неверную картину, и человек начинает себя видеть как бы со стороны. Но как, например, объяснить, каким образом слепые от рождения люди смогли детально описать то, что они видели в операционной в момент клинической смерти? Тем не менее, это факт. Опрос более двухсот незрячих женщин и мужчин, который был проведен в США, это доказывает. Я считаю, что в результате клинической смерти организм человека, в том числе и головной мозг, испытывает колоссальный шок. То есть в этот момент мобилизуются все резервные силы организма. Действительно, обостряются чувства в момент такого тяжелого состояния. То есть человек может, в принципе, видеть, мозг не умер, очень хорошо слышит, что происходит, и как бы реконструирует картину, то, что происходило во время его смерти. Невозможно сказать, кто же в конечном счете возвращает человеку жизнь, бог или врач. Но ближе всех к умирающему в этот момент оказывается врач-реаниматолог. Когда привозят больного и, скажем, врачи-скорые, и говорят, что тут уже все, мы старались, в машине, но ничего не получается. Но есть что-то такое в выражении лица больного, которое невозможно описать словами, что говорит, да нет, здесь можно работать и нужно работать, и надо все делать. И действительно получается, это действительно так вот. ну, я так называю, это живое выражение лица. Как бы прошлый врач, я вам одно скажу, в реанимации самой главной добросовестности. В принципе, в принципе, никогда церковь не противилась медицине, всегда ей покровительствовала. Ничего в этом худого-то нету. Я не вижу здесь какого-то противоречия между, допустим, там, наукой или прочее. Смерть это какая-то конечная точка из вот именно человеческой жизни, но это смерть земная. Вот, поэтому я знаю, что мы на земле только учимся жить, поэтому я, например, всей своей жизнью себя готовлю к смерти и к дальнейшему воскрешению. Потому что я знаю, что есть жизнь вечная. В 1991 году известная певица Вика Цыганова чуть не умерла из-за врачебной ошибки. От передозировки наркоза на операционном столе у нее остановилось сердце. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь. Состояние смерти, на самом деле, вот этой клинической, оно не такое страшное, потому что, на самом деле, душа отделяется от тела и ты испытываешь просто неземную радость. Ангел мой, праздничек мой, нету плечи под рукой. В тот момент, когда Вика видела свое тело как бы со стороны, видела склонившихся над ним врачей, никакого страха перед смертью она не испытывала. Только небывалое чувство радости и покоя. Страх пришел к ней позже, когда она очнулась уже в палате реанимации. Поверьте мне, страх это потом наступил, когда я пришла, когда мое сознание включилось, когда я поняла, что было со мной. Это страх, потому что я не готова. Мне было очень жалко врача, и как-то вот Вадима не было. Я думаю, он расстроится, если узнает. Сольная карьера Виктории Жуковой началась в 1990 году после встречи с будущим мужем поэтом Вадимом Цыгановым. Сегодня Вадим и Вика уверены, что испытание клинической смертью их семье было дано не случайно. Чтобы не увязнуть в светской жизни с соблазнами и пороками, должна была произойти какая-то очень серьезная встряска. Светская, богемная жизнь откладывает такой серьезный отпечаток. Можно было и загулять с водочкой по-серьезному. Но то, что случилось с Викой, я, честно говоря, после этого не пил три с половиной года. Просто дал себе слово, что я пить не буду. В начале 90-х имидж разбитной русской певицы полностью совпал с ожиданиями россиян. Все ощущали близость перемен с вольной с этой жизнью. Наверное, поэтому популярность к Вике Цыгановой пришла, что называется, под русскую водку. Ну да, у меня было очень много хулиганских песен, таких вот про Леньку Пантелеева и гуляя анархия. Что я могу сказать, как молоды мы были. Вот этот путь человеческий, ну я же сейчас об этом не пою. Я пытаюсь всей душой от своих грехов излечиться. И вот своим творчеством людей, которые меня слушают, тоже пытаюсь туда направить, к излечению. Тот случай он был для меня была неожиданность, то, что она мне рассказывала. Во-первых, меня не было дома в это время, я вернулся через некоторое время, но она так довольно-таки мужественно и все это перенесла. Но я сразу поверил ей. Выйдя из больницы, Вика буквально в первый же день отправилась в храм, креститься. Чуть позже они с Вадимом обвенчались. Их жизнь изменилась, правда, не за один миг. После в семье Цыгановых было еще несколько знаков. Например, авария в 96-м году, после которой Вика полгода провела на больничной койке. Постепенно из сценического репертуара певицы ушли хулиганские и кабацкие песни. На их место пришли романсы и лирика, а в повседневную жизнь молитвы. Для многих из неверующих людей или из ваших пациентов вот этот мир он начался с клинической смертью. И вы сами знаете, что вернувшись пришли оттуда, да, может быть, не все из них нашли дорогу к храму. Но нравственно перерождены все, я уверен. Моя ситуация была трагическая. Не стоит, наверное, дожидаться таких моментов, чтобы тебя по голове ударили, чтобы ты прозрел. Ну, так сложилось, так получилось. Видать, у меня такая голова крепкая была, и все эти чудеса, которые происходили, они как-то так меня не волновали. Вот. А теперь взволновали. Вика говорит, что сегодня она не может опустить ни одной минуты из жизни. Поэтому успевает делать все, как будто стала жить в пять раз быстрее. Ведь никому не дано знать, сколько дней ему еще отпущено. Для меня жизнь это действительно большая-большая ответственная репетиция перед вечной жизнью. Поэтому сегодня я уже так легкомысленно к этому относиться не могу. То есть каждый мой шаг я уже соизмеряю с жизнью вечной и со смертью. Потому что на самом деле может быть и смерть, а ты к этому не готов. Вот ты как бы прожил, ты говоришь, я завтра буду исправляться, завтра я брошу курить, завтра я не буду материться, завтра я навещу родственников, завтра я пойду в церковь, вот, а завтра может не выйти. Страх смерти живет в каждом из нас. И это самый сильный страх. Потому что это страх неизвестности. Но возможно смерть еще не конец. Это не тупик, а дверь. Дверь в иной мир. И тем людям, которые пережили клиническую смерть, удалось приоткрыть ее. Пусть всего лишь на несколько мгновений, но может быть их посмертный опыт есть доказательство жизни после смерти. сердечный приступ. На операционном столе ее сердце остановилось. Оно не билось две минуты. Врачи зафиксировали клиническую смерть. Как будто просто нырнула в голубое такое чистое прозрачное море или океан это можно назвать. И я поплыла. Гузель очнулась только через несколько часов в палате. Через неделю из этой же палаты ее снова увезли в реанимацию. Снова остановила сердце. Вторая клиническая смерть. В этот раз она длилась почти шесть минут. Критическое время. От смерти Гузель отделяли какие-то секунды. Позже медсестры скажут ей, что даже врачи уже не верили, что ее удастся спасти. Шар светится. Вот я ее хочу поймать. Но я его никак не могу достать. Но руки я тяну к нему. Но никак я ее не могла достать. Но руки тянула к нему. Вот вверх я тянулась. И куда-то вниз, и куда-то я провалилась. А вот тяну руки просто к небу и вот этот шар хочу схватить. В то же время вроде бы как я ее не дотяну до нее. И в то же время как будто бы он горячий, жжет меня. Гузель не хотелось возвращаться. Ведь там, на границе жизни и смерти, ей было хорошо. Не было никакого чувства страха. Но главное, Гузель совсем не чувствовала боли. Когда же врачи вновь запустили ее сердце, и она пришла в себя, боль вернулась. Позже, когда Гузель вспоминала пережитую клиническую смерть, свои ощущения, она поняла, почему не осталась там, где ей было так хорошо. Ее удержали мысли о маме. Даже в том состоянии Гузель думала, что если она умрет, о ее тяжелобольной матери некому будет позаботиться. Через месяц Гузель Ахмадулиной поставили электрокардиостимулятор. Первое, о чем она спросила врачей после операции, будет ли она снова бегать. Они говорят, спасибо, скажи, что жива осталась. Что жить будешь, что дышать будешь, что будешь жить на этой земле. А теперь твоя участь, это вот сидеть с бабулечками на лавочке, гулять там по тропинке, читать газетки. Я вытаскиваю вот так вот руку. Я говорю, это не для меня. Я говорю, я все равно. Сначала пойду, а потом побегу. Она побежала через месяц. Сначала несколько метров, потом 100, 200, потом километр. Потом марафонские дистанции. Гузель неоднократно побеждала в Международном марафоне мира, каждый год проходящем в Нью-Йорке. Этот марафон считается неофициальным чемпионатом мира среди инвалидов. Почему я побежала? Я сначала хотела доказать себе, что с кардиостимулятором нормально можно жить. Нормальной жизнью можно жить. Даже несмотря на то, что у тебя там какие-то важные, жизненно важные органы, задетые, они все у тебя больные. Но можно жить. Обновление нервной ткани, может быть, что-то такое ведет к этому. Как правило, все-таки люди что-то теряют. Изменения, безусловно, с человеком происходят. Но, как правило, они все-таки негативный характер носят. Человек, переживший клиническую смерть, становится более бедным интеллектуально, становится хуже память, меняется характер. Но иногда, достаточно редко, действительно что-то приобретается. Вы знаете, как Вуди Аллен сказал, правильно сказал, я не боюсь смерти, я просто не хочу при этом присутствовать. Понимаете, я тоже самое. И каждый человек согласится, что, в принципе, он не хочет при этом присутствовать. Астролог Павел Глоба стал известен в нашей стране в начале 90-х годов. Благодаря своим нашумевшим прогнозам августовского дефолта, отставке Ельцина, войны в Ираке. По странному стечению обстоятельств, популярность к астрологу пришла после того, как он перенес клиническую смерть. Вспоминать тот день, перевернувший всю его жизнь, ему страшно даже сегодня. 13 мая 1993 года Павел Глоба вместе с другом поехал на машине из Киева в Москву. Накануне роковой поездки Глоба отказывался ехать, уговаривал перенести поездку на другой день. Говорил, что у него плохое предчувствие. И предчувствие его не обмануло. В дороге их автомобиль попал в аварию. Прямо по встречной. Выехал КАМАЗ. Причем неожиданно из-за поворота. Вот что это было, понимаете. Прямо на нас несет. А в встречную пьяный или какой-то еще там. Это было где-то, ну где-то что в 10. В начале 11-го. Вот. И еле-еле в последний момент я уже там вижу это. У меня приедет как будто стоп-кадр. Я точно помню. Как стоп-кадр. Так вот, как вот эти вот, знаете, как кадры. Раз, стоп-стоп, стоп-стоп. Вот он едет. Я говорю, вот все, я уже представил, что это конец. За несколько дней до той страшной автокатастрофы Глоба почувствовал, что с ним что-то должно случиться. Что-то очень нехорошее. Астролог даже написал завещание, попрощался с родными и друзьями. Правда, тогда никто из них не воспринял это всерьез. Вот на одной руке у меня обрывается линия жизни. Вот здесь вот обрывается. Она действительно... И на второй руке она достаточно длинная линия жизни. Вот видите, и действительно, я не боюсь смерти. Я просто не хочу при этом присутствовать. Понимаете? Я тоже самое. И каждый человек согласится, что в принципе он не хочет при этом присутствовать. Астролог Павел Глоба стал известен в нашей стране в начале 90-х годов. Благодаря своим нашумевшим прогнозам августовского дефолта, отставке Ельцина, войны в Ираке. По странному стечению обстоятельств, популярность к астрологу пришла после того, как он перенес клиническую смерть. Вспоминать тот день, перевернувший всю его жизнь, ему страшно даже сегодня. 13 мая 1993 года Павел Глоба вместе с другом поехал на машине из Киева в Москву. Накануне роковой поездки Глоба отказывался ехать, уговаривал перенести поездку на другой день. Говорил, что у него плохое предчувствие. И предчувствие его не обмануло. В дороге их автомобиль попал в аварию. Прямо повстречный. Выехал КамАЗ. В чем неожиданно из-за поворота. Вот что это было, понимаете. Прямо на нас несет. Навстречным. Пьяный или какой-то еще там. Это было где-то, ну где-то еще в 10. В начале 11-го. Вот. И еле-еле в последний момент я уже там вижу это. У меня, понимаете, как будто стоп-кадр. Я точно помню. Как стоп-кадр. Как вот эти, знаете, как кадры. Раз, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот он едет. Я говорю, вот все, я уже представил, что это конец. За несколько дней до той страшной автокатастрофы Глоба почувствовал, что с ним что-то должно случиться. Что-то очень нехорошее. Астролог даже написал завещание. Попрощался с родными и друзьями. Правда, тогда никто из них не воспринял это всерьез. Вот на одной руке у меня обрывается линия жизни. Вот здесь вот обрывается. Она действительно... А на второй руке она достаточно длинная линия жизни. Вот видите, и действительно, вот в этом периоде, где-то около 40-летнего возраста, я попал в аварию, в автомобильную катастрофу. После этого у меня была действительно реальная клиническая смерть. Останавливало сердце. Меня еле-еле его вывели около где-то минуты с небольшим. Словно предвидя катастрофу, в эту поездку Глоба сел не рядом с водителем, как всегда, а на заднее сидение. Это его и спасло. Павел остался жив, но получил серьезные травмы. В провинциальной больнице, куда Глоба привезли после ДТП, врачам пришлось несколько часов бороться за его жизнь. Клиническая смерть у меня была уже в больнице. Когда меня очень неумело пытались каким-то образом в этой аварии, после этой аварии, как-то, вот, вы знаете, перетащить, что ли, как-то от болевого шока. Поскольку у меня был очень сложный перелом руки, плечевой кости. В следствии какой-нибудь простой операции, короткой, что они помнят из наркоза. И вот, к моему полному удивлению, оказалось, что некоторые вспоминали тот же самый коридор, ту же самую вспышку в конце коридора. Галина Алексеева, главный специалист Института общей реаниматологии, начала записывать посмертные воспоминания своих пациентов в 1974 году, когда о Моуди и его исследованиях в нашей стране еще никто не слышал. Она подробно расспрашивала возвращенцев, тщательно проверяя и анализируя их рассказы. Удивительно, но многие люди, пережившие клиническую смерть, рассказывали ей почти одно и то же, что в их видениях фигурировало некое высшее существо, которое и решает судьбу. Некоторые что-то рассказывали, некоторые не рассказывали ничего, потому что говорили, что они не помнят, а другие говорили, что им не дано это сказать. То есть вот они помнят, что с ними случилось, но есть какой-то запрет, как бы извне. Нельзя об этом говорить вообще, вот так сказать, в суете. Вот в суете нельзя говорить об этом. Врачи, как правило, объясняют подобное видение либо действием наркоза и лекарств, так называемый токсический психоз, либо тем, что восстанавливаясь, мозг в обратном порядке проходит все стадии, которые он пережил при умирании. И на определенном этапе могут возникнуть впечатления, испытанные при агонии. Ощущение выхода из тела, по мнению врачей, связано с тем, что в момент клинической смерти нарушается работа центральной нервной системы. Мозг рисует неверную картину, и человек начинает себя видеть, как бы со стороны. Но как, например, объяснить, каким образом слепые от рождения люди смогли детально описать то, что они видели в операционной в момент клинической смерти? Тем не менее, это факт. Опрос более двухсот незрячих женщин и мужчин, который был проведен в США, это доказывает. Я считаю то, что в результате клинической смерти организм человека, в том числе и головной мозг, испытывает колоссальный шок. То есть в этот момент мобилизуются все резервные силы организма. Действительно обостряются чувства в момент такого тяжелого состояния. То есть человек может, в принципе, видеть, мозг не умер, очень хорошо слышит, что происходит, и как бы реконструирует картину, то, что происходило во время его смерти. Это страх, потому что я не готова. Мне было очень жалко врача, и как-то вот Вадима не было. Я думаю, он расстроится, если узнает. Сольная карьера Виктории Жуковой началась в 1990 году, после встречи с будущим мужем, поэтом Вадимом Цыгановым. Сегодня Вадим и Вика уверены, что испытание клинической смертью их семье было дано не случайно. Чтобы не увязнуть в светской жизни с соблазнами и пороками, должна была произойти какая-то очень серьезная встряска. Светская богемная жизнь откладывает такой серьезный отпечаток. Можно было и загулять там с водочкой по-серьезному. Но то, что случилось с Викой, я, честно говоря, я после этого не пил 3,5 года. Просто вот дал себе слово, что я пить не буду. В начале 90-х имидж разбитной русской певицы полностью совпал с ожиданиями россиян. Все ощущали близость перемен с вольной с этой жизнью. Наверное, поэтому популярность к Вике Цыгановой пришла, что называется, под русскую водку. Ну да, у меня было очень много хулиганских песен, таких вот про Леньку Пантелеева и гуляя анархия. Ну, что я могу сказать, как молоды мы были. Вот этот путь человеческий, ну, я же сейчас об этом не пою. Я пытаюсь всей душой от своих грехов излечиться. И вот своим творчеством людей, которые меня слушают, тоже пытаюсь туда направить, к излечению. Ну, тот случай, он был... Ну, для меня была неожиданность, то, что она мне рассказывала, да. Во-первых, меня не было дома в это время, я вернулся через некоторое время, но она так довольно-таки мужественно и все это перенесла. Ну, я сразу поверил ей. Выйдя из больницы, Вика буквально в первый же день отправилась в храм. Креститься. Чуть позже они с Вадимом обвенчались. Их жизнь изменилась. Правда, не за один миг. После в семье цыгановых было еще несколько знаков. Например, авария в 96-м году, после которой Вика полгода провела на больничной койке. Постепенно из сценического репертуара певицы ушли хулиганские кабацкие песни. На их место пришли романсы и лирика, а в повседневную жизнь молитвы. Для многих... Именно человеческой жизни, но это смерть земная. Вот, поэтому я знаю, что мы на земле только учимся жить. Поэтому я, например, всей своей жизнью себя готовлю к смерти и к дальнейшему воскрешению. Потому что я знаю, что есть жизнь вечная. В 1991 году известная певица Вика Цыганова чуть не умерла из-за врачебной ошибки. От передозировки наркоза на операционном столе у нее остановилось сердце. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь. Состояние смерти на самом деле вот этой клинической она не такой страшной. Потому что на самом деле душа отделяется от тела и ты испытываешь просто неземную радость. Ангел мой, хранитель мой, нету плетей под рукой. В тот момент, когда Вика видела свое тело как бы со стороны, видела склонившихся над ним врачей, никакого страха перед смертью она не испытывала. Только небывалое чувство радости и покоя. Страх пришел к ней позже, когда она очнулась уже в палате реанимации. Поверьте мне, страх это потом наступил, когда я пришла, когда мое сознание включилось, когда я поняла, что было со мной. Это страх, потому что я не готова. Мне было очень жалко врача. И как-то вот Вадима не было. Я думаю, он расстроится, если узнает. Русская водка, ты меня сгубила. Русская водка, черный хлеб, селедка. Весело, веселье, тяжело. Сольная карьера Виктории Жуковой началась в 1990 году, после встречи с будущим мужем, поэтом Вадимом Цыгановым. Сегодня Вадим и Вика уверены, что испытание клинической смертью их семье было дано не случайно. Чтобы не увязнуть в светской жизни с соблазнами и пороками, должна была произойти какая-то очень серьезная встряска. Светская, богемная жизнь откладывает такой серьезный отпечаток. Можно было и загулять с водочкой по-серьезному. То, что случилось с Викой. Я, честно говоря, я после этого не пил три с половиной года. Просто вот дал себе слово, что я пить не буду. В начале 90-х имидж разбитной русской певицы полностью совпал с ожиданиями россиян. Все ощущали близость перемен с вольной с этой жизнью. Наверное, поэтому популярность Квити Цыгановой пришла, что называется, под русскую водку. Ну да, у меня было очень много хулиганских песен таких вот там и про Леньку Пантелеева и гуляя анархия. Ну, что я могу сказать, как молоды мы были. Вот этот путь человеческий, ну я же сейчас об этом не пою. Я пытаюсь сеть душой от своих грехов. Точка из вот именно человеческой жизни, но это смерть земная. Вот, поэтому я знаю, что мы на земле только учимся жить, поэтому я, например, всей своей жизнью себя готовлю к смерти и к дальнейшему воскрешению. Потому что я знаю, что есть жизнь вечная. В 1991 году известная певица Вика Цыганова чуть не умерла из-за врачебной ошибки. От передозировки наркоза на операционном столе у нее остановилось сердце. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь. Состояние смерти на самом деле вот этой клинической оно не такое страшное, потому что на самом деле душа отделяется от тела и ты испытываешь просто неземную радость. Ангел мой, родитель мой, нету плети, в тот момент, когда Вика видела свое тело как бы со стороны, видела склонившихся над ним врачей, никакого страха перед смертью она не испытывала. Только небывалое чувство радости и покоя. Страх пришел к ней позже, когда она очнулась уже в палате реанимации. Поверьте мне, страх это потом наступил, когда я пришла, когда мое сознание включилось, когда я поняла, что было со мной. Это страх, потому что я не готова. Мне было очень жалко врача, и как-то вот Вадима не было. Я думаю, он расстроится, если узнает. Сольная карьера Виктории Жуковой началась в 1990 году после встречи с будущим мужем поэтом Вадимом Цыгановым. Сегодня Вадим и Вика уверены, что испытание клинической смертью их семье было дано не случайно. Чтобы не увязнуть в светской жизни с соблазнами и пороками, должна была произойти какая-то очень серьезная встряска. Светская, богемная жизнь откладывает такой серьезный отпечаток. Можно было и загулять с водочкой по-серьезному. А то, что случилось с Викой, я, честно говоря, после этого не пил три с половиной года. Просто дал себе слово, что я пить не буду. В начале 90-х имидж разбитной русской певицы полностью совпал с ожиданиями россиян. Все ощущали близость перемен с вольной с этой жизнью. Наверное, поэтому популярность к Вике Цыгановой пришла, что называется, под русскую водку. Ну да, у меня было очень много хулиганских песен, таких вот, там, про Леньку Пантелеева и гуляя анархия. Ну, что я могу сказать, как молоды мы были. Вот этот путь человеческий, ну, я же сейчас об этом не пою. Лучше всего Олегу хотелось быть похожим на своих кумиров, рок-звезд. Алкоголь, наркотики, все, вот это шло впереди, это было целью, стимулом жизни, не знаю, одной ценностью. Веселье, вот это, как это сказать, искусственная эйфория и так далее. Подражание разгульному поведению звезд привело к тому, что летом 1999 года Олег Боянов оказался в Ивановской тюрьме. В крестиместной камере, в которой мотали срок 48 осужденных. Для такого количества человек не хватало не то что места, воздуха. В один день у кого-то из заключенных сдали нервы и в камере началась драка. Довольно крупный человек и еще так сильный мастер спорта по боксу отбивался и меня не могли утихомирить и меня просто стали душить. Меня придушили подушками и скинули снар на землю. Эту картину я уже наблюдал сверху. И я летел с метаворотом и указал все этих ворот. И тот кто меня сопровождал сказал что ну сказал примерно такие ощущения на более человеческий язык я перевожу подожди я услышал такой разговор он еще не все сделал и мне сказали возвращайся и пой ты найдешь свой потерянный мир. охранники ворвавшиеся в камеру поначалу подумали что Олег мертв но когда они вытащили его из камеры и поволокли по коридору Олег видимо пришел в себя и застонал в тюремной больнице в которую попал Баянов он пытался рассказать врачам о том что с ним случилось что он испытал в момент клинической смерти однако никто Олегу не поверил тюремные врачи подозревали что Олег выдумывает симулирует через 4 месяца Баянов освободился и жизнь резко поменялась через год после освобождения Олег впервые вышел на сцену первая песня написанная им называлась потерянный мир жизнь прошла словно сон и сгорела дотла я увидел себя воспарив из небес я почти умирал и душа не смогла разобрать кто пришел то ли бог то ли без недавно Олег встретил на улице человека из прошлой жизни своего знакомого с которым общался еще до тюрьмы в пьяном бомже побирающемся у метро Баянов даже не сразу узнал своего бывшего приятеля в этот момент Олег понял что видимо ему суждено было пройти испытание тюрьмой пережить когда же врачи вновь запустили ее сердце и она пришла в себя боль вернулась позже когда Гузель вспоминала пережитую клиническую смерть свои ощущения она поняла почему не осталась там где ей было так хорошо ее удержали мысли о маме даже в том состоянии Гузель думала что если она умрет о ее тяжелобольной матери некому будет позаботиться через месяц Гузель Ахмадулиной поставили электрокардиостимулятор первое о чем она спросила врачей после операции будет ли она снова бегать они спасибо скажи что жива осталась что жить будешь что дышать будешь что будешь жить на этой земле а теперь твоя участь это вот сидеть с бабулечками на лавочке гулять там по тропинке читать газетки я вытаскиваю вот так вот руку я говорю это не для меня я говорю я все равно сначала пойду а потом побегу она побежала через месяц сначала несколько метров потом сто двести потом километр потом марафонские дистанции Гузель неоднократно побеждала в международном марафоне мира каждый год проходящим в Нью-Йорке этот марафон считается неофициальным чемпионатом мира среди инвалидов почему я побежала я сначала хотела доказать себе что с кардиостимулятором нормально можно жить нормальной жизнью можно жить даже несмотря на то что у тебя там какие-то важные жизненно важные органы задетые они все у тебя больные но можно жить нормальной жизнью да о жизнь моя я так тебя люблю и потому живу наперекор суровым испытаниям вы слышите ли люди я живу вот жизнь она как бы развивалась на две части вот жизнь до я сначала говорила все время жизнь до инвалидности да и после инвалидности я просыпаюсь каждый день думаю боже мой господи как я рада что я жива здорово что я вновь проснулась что у меня начинается день я просто подхожу к зеркалу улыбаюсь и говорю себе доброе утро гудечко слава богу ты жива здорово нормально все на протяжении этих нескольких минут когда человек пребывает между жизнью и смертью одному только богу известно в какую сторону от черты его качнет кто или что заставляет человека вернуться усилия врачей или незаконченные дела долг дети любовь к жизни или может быть среди нас живут те кого выбирают те которые потом расскажут о том что им довелось увидеть на пороге жизни и смерти вы знаете с моей точки зрения я человек верующий я считаю так то что Господь как бы дает шанс только какому-то определенному числу людей получить светская богемная жизнь откладывает такой серьезный отпечаток можно было и загулять с водочкой по серьезному то что случилось с Викой я честно говоря я после этого не пил три с половиной года просто дал себе слово что я пить не буду в начале 90-х имидж разбитной русской певицы полностью совпал с ожиданиями россиян все ощущали близость перемен с вольной с этой жизнью наверное поэтому популярность к Вике Цыгановой пришла что называется под русскую водку ну да у меня было очень много хулиганских песен таких вот там про Леньку Пантелеева и гуляя анархия ну что я могу сказать как молоды мы были вот этот путь человеческий ну я же сейчас об этом не пою я пытаюсь всей душой от своих грехов излечиться и вот своим творчеством людей которые меня слушают тоже пытаюсь туда направить к излечению тот случай он был ну для меня было неожиданность то что она мне рассказывала во первых меня не было дома в это время я вернулся через некоторое время но она так довольно-таки мужественно и все это перенесла но я сразу поверил ей выйдя из больницы Вика буквально в первый же день отправилась в храм креститься чуть позже они с Вадимом обвенчались их жизнь изменилась правда не за один миг после в семье цыгановых было еще несколько знаков например авария в 96 году после которой Вика полгода провела на больничной койке постепенно из сценического репертуара певицы ушли хулиганские кабацкие песни на их место пришли романсы и лирика а в повседневную жизнь молитвы для многих из неверующих людей или из ваших пациентов вот этот мир он начался с клинической смертью и вы сами знаете что вернувшись оттуда да может быть не все из них нашли дорогу к храму но нравственно перерождены все я уверен моя ситуация была трагическая ситуация не стоит наверное дожидаться таких моментов чтобы тебя по голове ударили чтобы ты прозрел ну так сложилось так получилось видать у меня такая голова крепкая была все эти чудеса которые происходили они как-то так меня не волновали вот а теперь взволновали Вика говорит что сегодня она не может опустить ни одной минуты из жизни поэтому успевает делать все как будто стала жить в пять раз быстрее ведь не в теместной камере в которой мотали срок 48 осужденных для такого количества человек не хватало не то что места воздуха в один день у кого-то из заключенных сдали нервы и в камере началась драка довольно крупный человек и все-таки скажем так сильный мастер спорта по боксу отбивался и меня не могли уйти в камере и меня просто стали душить меня придушили подушками и скинули снар на землю эту картину я уже наблюдал сверху и я летел цемь товоротом и указал все эти вороты тот кто меня сопровождал сказал ну сказал ну примерно такие ощущения на более словеческий язык я это перевожу подожди и я услышал такой разговор он еще не все сделал и мне сказали возвращайся и пой ты найдешь свой потерянный мир охранники ворвавшиеся в камеру поначалу подумали что Олег мертв но когда они вытащили его из камеры и поволокли по коридору Олег видимо пришел в себя и застонал в тюремной больнице в которую попал Баянов он пытался рассказать врачам о том что с ним случилось что он испытал в момент клинической смерти однако никто Олегу не поверил тюремные врачи подозревали что Олег выдумывает симулирует через 4 месяца Баянов освободился и жизнь резко поменялась через год после освобождения Олег впервые вышел на сцену первая песня написанная им называлась потерянный мир жизнь прошла словно сон и сгорела дотла я увидел себя воспарив из небес я почти умирал и душа не смогла разобрать кто пришел то ли Бог то ли бес Недавно Олег встретил на улице человека из прошлой жизни своего знакомого с которым общался еще до тюрьмы в пьяном бомже побирающемся у метро Баянов даже не сразу узнал своего бывшего приятеля в этот момент Олег понял что видимо ему суждено было пройти испытания тюрьмой пережить клиническую смерть чтобы изменить свою жизнь иначе он возможно вот так же попрошайничал у метро Моя самая любимая песня в жизни Джоу Масболу про Димэрк такой энергетики я не встречал в одном произведении и больше всего удивляя человек знал что он скоро умрет написал эту песню наверное с тех пор уже много лет в моей жизни несмотря на что шоу должно продолжаться кому-то таких вот прямых свидетельств я лично не наблюдал Ангелина Красавина 25 лет проработала медсестрой в реанимационном отделении Ярославской больницы со смертью сталкивалась каждый день от людей побывавших на грани жизни и смерти она наслушалась много невероятного просветящийся туннель ангелов в белых и черных одеждах про встречи с умершими родственниками про себя усмехалась полагала что это всего лишь галлюцинации после наркоза но в 40 лет Ангелине самой довелось пережить то о чем рассказывали ее пациенты в 90-м году Красавину сбила машина множественные переломы повреждения внутренних органов большая потеря крови на операционном столе Антонина остановилось сердце врачи констатировали клиническую смерть почувствовала и даже где-то удивилась наверное что я полетела со страшной скоростью вниз именно вот ощущение вниз не вверх а вниз как на самолете знаете когда попадаешь вот эту воздушную подушку да такое ощущение было как на шаг в пятке да туда ушло вот и когда я поняла что я уже полетела вниз я тогда увидела что мое тело лежит на операционном столе врачи там все надо мной как говорится колдуют потом Ангелина увидела что к ней приближаются какие-то разноцветные шары голубые красные желтые фиолетовые они менялись как в калейдоскопе в некоторых шарах Ангелина увидела как ей показалось лики святых когда-то Красавина и сама мечтала стать врачом но не сложилось всю жизнь проработала простой медсестрой о том что лечить действительно ее призвание Ангелина узнала лишь когда умерла подлетел лик мужского фона внутри этого шара он мне сказал что те знания медицины которые ты получила на земле ты забудешь они тебе больше не пригодятся ты будешь лечить людей энергиями солнца нет они мне сказали какие-то там звездными энергиями или как еще по другому мне сказали ты будешь лечить людей энергиями солнца дальше был провал Ангелина словно рухнула в какую-то темную бездну сколько времени она была без сознания что в этот момент делали врачи уже не помнят когда Ангелина пришла в себя первое что она почувствовала холод рукой она ощутила холодный операционный стол поняла значит еще жива о том что она испытала когда была в состоянии клевать